У нас сегодня ночью тоже произошло несчастье. А что же у вас случилось? Кто-то украл волшебную луковку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Как все это произошло? Как мы сами не знаем. У нас дедушка собирается идти в город засыщить. Захватывающий довольно запутанную историю по пьесе драматурга Клары Марии Машаду похищение луковиц переложила на асценический язык главный режиссер Челковского театра Светлана Погодина. Светящиеся в темноте растения наделены чудодейственными свойствами, исцеляя тяжелые и застарелые недуги. Но там, где возникает чудо, находится отрицательный герой – хитрый хамелеон, который решил присвоить луковицы себе. Получилось это у него или нет, знают ребята из Щелково и из недавно присоединившихся к России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, посмотревшие спектакль «Сокровища Бразилии». Детки, которые теперь наши, это теперь наши граждане. Мы их приветствуем аплодисментами. Помашите нам ручками, помашите нам, вот их сколько! В красочном атмосферном представлении много музыки, песен, танцев, которые эффектно дополняют детективный сюжет, не меньше юмора и в диалогах героев. Скажите, а вор был какой? Маленький или высокий? Вор был такой высокий! Что ты? Вор был такой маленький! Все понятно! Так довольно! И ничего бы про так! Дети спасали луковицы. И там очень смешно было, как тот вор вырывал эти луковицы и притворялся сыщиком. Самый лучший день в театре. Я узнал из этой сказки, что не надо покатеть, просто нужно делиться и не надо у всех отнимать. Чтобы посмотреть этот замечательный спектакль, специально приехал сюда из Королева. Я смотрел вообще сказку первый раз, я ее раньше никогда не видел. Мне было очень интересно, я с интересом на все это смотрел. Чтобы люди жили долго и счастливо, а называется это Сокровище Бразилия! Щелковский театр не впервые приглашает семьи беженцев на спектакли, чтобы люди, на долю которых выпали тяжелые испытания, могли отвлечься от проблем. На Сокровище Бразилия театральный концертный центр предоставил 19 билетов. Совместная такая работа, отделение партии, театра, администрации городского круга Щелкова. Мы проводим данные мероприятия регулярно, на любой спектакль, и взрослый, и детский. Наши гости могут бесплатно получить билеты и прийти в удобное для них время, на любой удобный им сеанс. Мы поддерживаем связь практически лично с каждым. После спектакля главный режиссер показал гостям гримерные, где артисты готовятся к выступлениям, и мастерскую декораций. Александр Комаров в тандеме с Алексеем Тарасовым работали над декорациями Сокровища Бразилии. Вот мы их здесь как раз изготавливаем. И во всем спектакле мы делаем декорации. А вот мы красим, да, здесь. Приводим в порядок декорации, ремонтируем мы их здесь. А зачем мы красим? А чтобы было красиво. Все новое появилось. И даже новые актеры, вот все круто. А закулись? Закулись вообще круто. Чем? Ну, больше всего понравилась мастерская. Увидела костюмы новые актеров. Понравилось. И что самое главное-то вы усвоили из этой сказки? Дружба. Да. Ближайший спектакль для детей театр покажет 30 октября. Сказку «По щучьему веленью». Еще одна поучительная история для семейного просмотра. Михаил Налютов, Валерий Жеглей. Щелковское телевидение. Продолжение следует.